друзья очередная история и сказ из серии сказки пушкина вспомнилась тут не одна история в 2009 году произошла со мной я тогда где-то ну еще около года наверное только стажер потом я стал агентом на я стал агентом 2009 году работал агентом агентстве недвижимости произошла такая история ну ситуация начал продавать квартиру двухкомнатную при условии что эту квартиру продавал и сам собственник и продавала еще одно агентство недвижимости цена у нас была одинаково в рекламе тогда еще кстати не было интернет площадок были просто печатные издания расклейка и тому подобные рекламные ресурсы вот что получилось по телефону позвонил потенциальный покупатель тогда он тут на тот момент я еще работал всего год что тот только-только стал агентом после стажера мне перевели и соответственно у меня еще не было понимания какой объект можно брать рекламу какой не стоит в общем взял я объект в рекламу показал и зеленый пошел на показ хотя на интуитивном уровне что-то мне подсказывало там как-то вот я внутри думал зачем я поехал все для чего подкажутся точно вот я чувствую что вот ну бессмысленно зачем я поэту но благо это было привет знакомый сигналят в городе что-то везде узнают сигналят что-то популярная такая личность хотя где идут по артиллерийской сейчас до горок пешочком и можно до вокзала до топу пешком мы идти где-то минут 30 я хожу сегодня выходной день 24 февраля можно себе позволить отдыхаю сегодня так вот кстати иду с показа показывал комнату так на чем я остановился да ну в общем суть до дела поехал на показ комната была обычно хрущевка то есть постройки хрущевского периода володарского 28 кто знает челябинск это район алого поля четвертый этаж не торцевая не угловая комната комнаты проходные они не раздельные в общем обычный хрущ состояние такое простенько убитая вот балкон был он был не застеклен но в целом кто понимает кто уже давно в профессии 2009 год по рынку не было такого активного строительства у нас городе объекта было мало это был реально топовый объект за свои деньги которые продался бы там вот с первого показа должен был продаться там вопрос был в цене но поскольку я сложил несколько факторов то есть квартира пустая получена в наследство соответственно человеку не нужно и нужен данный объект он готов его реально продавать я решил рискнуть думаю ну ладно чути в общем все на показ приехала семья мужина ребенок девочки лет 17 18 ну я показываю подметить подмечу тот факт что я в тот момент старался всячески угодить покупателю там смотрел буквально в рот покупателю слушал там каждое слово это уже сейчас стал я такое прилагательно не побоюсь использовать слово матерым риэлтором в хорошем смысле слова хорошем хорошем значении этого слова вот сейчас бы конечно я может быть вот сейчас вот я допустил бы ошибку может быть не поехал бы на данный показ и вот объясняют почему я совершил бы сейчас ошибку а тогда я поступил правильно так вот семья приехала они очень долго смотрели квартиру очень много было вопросов к собственнику там показывал сам собственник квартиру ну и соответственно я всячески отвечал на вопросы показывал как можно перед сделать перепланировку переустройство зонировать пространство облагородить данную квартиру какими материалами там нес все что в знал за целый год все что меня вложил мой руководитель я все выпалил в общем вот и у меня где-то червоточинка такая думаю сейчас вот они много общались собственником а я сейчас думаю ну договорятся напрямую все кинут риэлтора и до свидания дима прощай ну пока прошел мы вышли в подъезда распрощались как обычно говорят покупатели все дмитрий мы подумаем я тут что-то замешкался думаю зачем я поехал вообще показывать впустую там ладно там пешком можно было от нашего офиса на красный дойти до этого объекта но в общем в целом показал и расстроился в общем да ладно все что в будущем будешь умнее и пока я суть доделал то ли мне звонок какой-то поступил на мобильный то ли что-то еще что-то я замешкался ко мне утонит а семья это стояла в сторонке там что они обсуждали между собой подходит ко мне мама девочки и говорит дмитрий давайте я вам сейчас сразу скажу мы приняли решение что объект нам не подходит но не понравился нам вообще объект у нас есть более крупная сумма помогите нам сопроводить сделку сможете помочь ну я поначалу точу там секунды две три вопешил и думаю да говорю конечно без проблем вот моя визитка все они подойдет визитку я им дал сразу кстати я им дал да да кстати визитку я не давал точно сейчас вспоминаю я вот моя визитка все я был настолько удивлен что они вот так сказали что как бы готовы с тобой поработать пожалуйста сопровозди сделку сколько стоят твои услуги там проверить документы либо мы объект сами найдем либо ты найдешь поможешь нам найти нам нужно вот такой-то такой-то квадрат помоги купить надо вот ближайшее время я думаю ничего себе вот смотрите и по итогу данная двушка на володарского 28 продалась без моего участия а этим людям мы купили хорошую тоже двухкомнатную квартиру на свердловском проспекте после этого через несколько лет ко мне обратились знакомые этих родителей этой девочки которые которым я помог купить квартир на свердловском проспекте и вот так началась ну не скажу дружба началось наше сотрудничество а все почему потому что я был молодой и наивный пацан зеленый который рвал когти чтобы как-то поставить себя в этой профессии да был не ленивым не зажравшимся специалистом да и сейчас скажу честно не так вот сейчас вот не 40 сколько мне подожди уже в общем за 40 лет я сейчас так как правильно выразиться завидую тому пацану который бежал ничего не боялся в принципе то есть допустим я могу сказать да ну пошло все там ничего не хочу вот тогда я старался на самом деле познавал что-то новое да вот опять же скажу все знания которые у меня были до без пафоса был абсолютно открытым с людьми я думаю это их подкупило и настолько у меня был важный жизненный опыт вот с этой квартиры это и дальнейшем у меня такие случаи были это был просто первый случай он конечно запоминается лучше всех так вот мое обращение все-таки начинающим наверное в этой профессии зайти в профессию риэлтор на самом деле вообще легко ни образование ничего но самое первое главное и важное это нужно делать одни и те же действия постоянно то есть ничего не бояться обязательно вот не получается ты идешь идешь делаешь 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 но опять же извлекая уроки из того что ты сделал что-то не получилось ты извлекаешь уроки и постоянно ты тренируешь память тренируешь свою речь да кстати на ютубе я когда свои первые ролики начал записывать там была полная ахинея что-то нет на себя смотрю мне аж стыдно и до сих пор каждый раз я пытаюсь все лучше и лучше и лучше ставить свою речь высказывать какие-то свои мысли структурировать речь и так далее то есть это необходимые навыки вот поэтому скажу начинающим ребятам кто ребятам девчатам кто планирует все-таки остаться в профессии перетерпеть какой-то момент если все-таки в глубине чувствуете что это ваше и вам в этой деятельности комфортно тогда оставайтесь и двигайтесь вперед обязательно движение только движение без движения лень убьет все ну не только риэлторский бизнес естественно приехали не убивает вообще все вот поэтому я иду сейчас пешком щиты зэ я уже где я уже возле бавида вот сейчас не до дома еще грудом минут ой минут 30 минут 25-30 я уже дома буду вот такой получился может быть это сумбурный ролик ну вот мысли я свои высказал это вот у меня я такую серию решил издавать что сказки пушкина почему потому что на самом деле есть такие моменты которые ну это даже судьбоносные определяет твою дальнейшую судьбу почему потому что пограничный момент же был в моменте когда вот еще девятый год что-то получалось что-то нет и как казалось бы что я делаю не так по большому счету ты все должен делать сам хоть у тебя есть штат сотрудников до которые тебе помогают наставников там у нас был начальник о руководитель группы ну естественно директор агентства до юрист был крутой там супер юрист у него было все юридическое агентство тогда еще кстати ипотека не было развита поэтому ипотечных брокеров естественно не было на девятый год ну и соответственно а вообще агентство да на самом деле крупно не буду называть агентством сейчас его уже нет вот соответственно я мог бы просто оставить эту деятельность потому что апатия депрессия и так далее накрывает человека и все но поскольку у меня характер я в принципе человек не поддающийся каким-то перепадом сильным настроения если у меня есть цель задача я ее выполняю поэтому может быть мне даже это и помогает жизнь так что вот ролик пока вот на тему все-таки казалось бы вот сейчас я говорю с высоты вот этих вот лет в риэлторстве я сейчас бы я не поехал сейчас я уже по звонку определяешь да человек купит у тебя объект не купит хотя там говорят езжайте на любую по любому звонку отвечайте приглашайте в офис там всячески старайтесь завлечь клиента но сейчас когда у тебя уже клиенты есть на договоре да несколько клиентов на договоре ты должен выполнять их задачи естественно я расставляю приоритеты я даю предпочтение тем клиентам перед которым у меня есть обязательства естественно я их их интересы не могу ущемить вот соответственно сейчас сейчас бы я конечно говорю может быть бы вот совершил ошибку и не поехал бы хотя мне это ничего не стоило это заняло у меня час времени то есть туда и обратно час но я получил лояльного клиента причем они были настолько довольны когда я купил двушку и люди которые потом ко мне обратились их знакомые родственники я сейчас вот не упомню вот они тоже остались довольны и все у нас получилось на сто процентов хорошо вот а может быть от них еще кто-то по совету пообращался ко мне я просто уже сейчас ну много лет прошло и поэтому достоверно не могу сказать вот так что совет наверное больше к новичкам потому что опытные риэлторы конечно это все проходили это все знают но поделился историей и своей практике спасибо что досмотрели я уже пришел на работу к работе своей супруги сейчас перехожу дорогу пока пока кстати друзья забыл добавить что вот почему у меня экономится сейчас время то есть я сейчас по звонку допустим да или там по переписке по переписке непонятно конечно так приходится но человеком связываться голосовым сообщением либо по телефону чтобы понять реально ли он да готов купить объект или заинтересован вообще может быть он свой хочет продать и так далее вот сейчас просто появилась уникальная возможность да вот даже у меня коллега коллеги риэлторы я же тоже перенимал опыт у более опытных риэлторов коллег по поводу там те же самые видео обзоры объектов это половина времени экономит и клиентам и тебе то есть высвобождается у тебя львиная доля времени которое ты тратишь на более важные дела да то есть и ты и показал в живую без прикрас и абсолютно честно и понятно все рассказал и опять же высвободил часть времени для других важных дел так что поэтому это к дополнению об обучении в профессии в деятельности риэлтор это вообще главенствующее занимает место потому что не обучаясь не двигаясь вы просто будете заканчивать тем что просто у вас не будет потока клиентов вообще не откуда вам просто будет брать клиентов вы будете опять скатитесь в уровень агентов стажеров которые сидят и за дня в день им дают задание по прозвону холодной базы вот этим все у нас заканчивается у тех кто не хочет учиться не хочет двигаться дальше это закон вселенной я его понял поэтому делюсь с вами своим личным опытом на сегодня все пока